Субтитры создавал DimaTorzok из пьесы «Путешествия» Пирогюнта на музыку Эдварда Грига в пещере Горного Короля. Музыку, создающую фантастическую и загадочную атмосферу, исполнил квинтет духовых инструментов Квиконта. Благотворительные концерты, в первую очередь, это когда то, что ты отдаешь, но потом как зерна, семья, потом взрастают. Сегодня концерт, допустим, благотворительный для детей. И надеемся, что мы их зажгем, какую-то искорку. Может быть, там есть скрытые таланты, еще никто об этом сами не знает, может быть, дети. Может, там будут сидеть в будущем гениальные люди. В насыщенную программу артисты включили интересные и разнообразные произведения, многие годы радующие юных слушателей. Это такие сочинения, как «Слоны моська» Брусиловского, дуэт кошки Рассини, куплеты куклы Олимпии из оперы «Сказки Гоффмана Уфенбаха». В концерте приняли участие известные вокалисты Айзада Капонова, Асем Сембина, Елена Ганжа и Иржан Саипов. На сцену вышли и талантливые инструменталисты – Багдад Абельханов, Айгерим Даудбаева, Даулет Шакиров, Иосиф Лаухнер и Раушан Бескимбирова. В Музее изобразительных искусств в Петропавловске открылась выставка на творческой волне, посвященная Международному дню театра. В экспозиции представлены работы художников Русского драматического театра имени Николая Погодина, Галийко Жахметовой, Светланы Танегиной и Руслана Кадзоева. Всего более 50 экспонатов. Это авторские афиши, эскизы, театральных костюмов и декорации для спектаклей. Режиссер, заслуженный артист республики Виктор Григорьевич Шалаев. Совместно с ним мы сработали по эскизу. Это комедия «Святой и грешный» называется. Ну, интересная комедия, она такая с философским уклоном, такая, некая притча такая. А эти яркие костюмы были созданы для новогодней сказки по щучьему велению в 2019 году художником по костюмам Светланой Танегиной. Это спектакль в стиле петчворк, лоскутное шитье. Как он создавался, это очень интересно, потому что техника очень сложная. Задача была очень большая для поделочных цехов. И поэтому я такую технику разработала, что мы не выстрачивали все лоскутки один к одному, когда составляется вот эта вот мозаика из ткани, а мы приклеивали эти кусочки на клеевую ткань. К слову, за 30 лет работы в драмтеатре Светлана Танегина нарисовала эскизы костюмов к 90 спектаклям. Раньше этот этап работы над премьерой оставался недоступным для зрительских глаз. Теперь же у желающих есть возможность приоткрыть дверь в мастерскую театральных художников. В Музее искусств такая выставка проводится впервые. У организаторов есть планы сделать ее ежегодной. Государственный республиканский академический корейский театр в Алматы отметил профессиональный праздник. В честь Всемирного дня театра коллектив провел репетицию музыкальной драмы «Жусан» по рассказу Мухтара Уэзова «Красавица в трауре». Несмотря на карантин, актеры не теряют связь со зрителями и не исключено, что спектакль в дальнейшем будет показан в онлайн-режиме. Мы с этим справились и всегда ищем какие-то такие позитивные моменты. У нас было очень много онлайн-проектов, очень интересных, международных. И я думаю, что всегда, везде нужно искать какие-то положительные моменты. На официальных страницах театра в социальных сетях уже можно увидеть премьеру прошлого года, музыкальный спектакль, проделки Ким Сон Даля, а также уроки корейского танца и цикл бесед. Не остались без внимания и маленькие зрители. Для них артисты подготовили корейские сказки на трех языках. А сейчас мы расскажем вам о некоторых событиях ближайших дней. 3 апреля в Павлодарском театре драмы имени Чехова вы можете увидеть спектакль «Корабль дураков». Труппа театра «Астана-балет» готовит к показу 3-4 апреля постановку «Султан Бейбарс». 4 апреля в семье зрители драм-театра имени Достоевского смогут насладиться комедией «Ханума». Субтитры подогнал «Султан Бейбарс» Редактор субтитров А.Семкин